Где тонко, там и льется. Потолок, углы и стены в квартире Нины Лушниковой в потеках. От сырости отпала плитка, а комната обставлена тазами. Коммунальная проблема пятиэтажки повторяется весной и осенью. Уже несколько десятилетий. Началось это давно. Ежегодно. Это где-то может быть. Вот здесь у меня протекало уже лет пять тому назад. И вот с этого времени у нас ежегодно топит. Ежегодно. По всему комнатам. Такое коммунальное доживю и в соседней квартире. Ася Югова неоднократно обращалась в управляющую компанию и городскую администрацию. Однако действия пенсионерки положительного результата не принесли. Ничего не предпринимают. В седьмом году обращалась. В седьмом сказали на капремонт, подождите. На капремонт будет. Ну хорошо, подождем капремонт. В девятом году пришли, мы тоже нам сказали, ничего не будет. В девятом году. Ну а сейчас уже одиннадцатый год. И просто ничем мы пробить не можем. Это из года в год. Коммунальщики не отказываются от своих обязанностей. По их словам, на ремонт кровли попросту нет средств. Будет проведен только текущий ремонт. То есть это локальная ликвидация протечек путем замены одного, двух, трех листов шифера. Я прекрасно понимаю, что проблемы это решает лишь отчасти. Кровле нужен капитальный ремонт. Для проведения капремонта требуется около миллиона рублей. Сейчас на лицевом счете дома меньше четверти необходимой суммы. Константин Пчаков, Людмила Творянская, Александр Менщиков, Сергей Обалмасов. Телекомпания «Регион-45». Телекомпания «Регион-45».